ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте! Доброго здоровьица! В эфире программа «В гостях у Геннадия Малахова». В нашей программе мы делимся уникальными рецептами естественного оздоровления организма, общаемся с интересными людьми и даем вам советы на все случаи жизни. И проведут с вами ближайшие 50 минут наш любимый энергичный Геннадий Петрович Малахов. И моя очаровательная помощница Екатерина Абревко. Все люди хотят быть здоровыми, энергичными и радоваться жизни. Как писал французский философ Мишель де Монтень, здоровье – это драгоценность, притом единственная, ради которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни. Он, несомненно, прав, поскольку здоровье – это как воздух, его не замечаешь. Но жить без него невозможно. Многие люди даже не подозревают, что больны. Статистика показывает, что больше 90% городского населения во всем мире страдает теми или иными заболеваниями желудка. Тема сегодняшней нашей программы – на стражу желудочно-кишечного тракта. И сегодня вы узнаете, что приводит к проблемам желудочно-кишечного тракта и как подобрать такое питание, чтобы навсегда о них забыть. Какой бальзам поможет навести порядок в нашем кишечнике? К нам в гости придет певец Михаил Михайлов. Мы узнаем, что поможет вывести из организма пищевой мусор и разучим специальную гимнастику для сильного желудка. А еще я отвечу на вопрос телезрителя, как справиться с насморком. В наше время сложно найти хотя бы одного человека, которого обошла бы стороной проблема с пищеварительным трактом. К сожалению, в последнее время тенденция к росту случаев развития желудочно-кишечных заболеваний наблюдается, причем не только в нашей стране, но и во всем мире. Вот, Геннадий Петрович, вот такая повальная тенденция, что все во всем мире, и мы сейчас, и в Америке в это время, какой-нибудь Джон и какой-нибудь Билл тоже страдают. В чем же причина? В чем же коварность вот этой вот болезни, вот этих заболеваний? Дело в том, что желудок – это орган, который реагирует, в первую очередь, на все наши волнения. Это первое. Второе. Эволюционно он приспособлен к перевариванию пищи, которая сложилась тысячелетия до этого, а пища в последние годы сильно извратилась. Более того, если раньше древний человек выходил на поле и съедал, допустим, только одну морковку, и больше ничего не было, то теперь у нас есть, в холодильник мы открываем, есть морковка, есть молоко, есть мясо, есть булочки, есть сладкие напитки, и это все мы съедаем в одном приеме пищи. Позвольте. Многокусие, а как же? Желудок не понимает, что ему делать, с чем. Он привык разбираться хорошо с морковкой, или с хлебушком, или, допустим, там с мясом, но когда все это вместе, он не знает, какие ферменты выделять в первую очередь, какую среду создавать для того, чтобы полноценно это переварилось. И он все это заливает, и вот так вот сидит, и думает, что ж, как тут, ну ладно, как-то оно само переваривается. А вы знаете, что даже вспомнил, Геонидович, простите, перебью, просто пример из истории. В средневековье, особенно вот когда королевские семьи устраивали какие-нибудь приемы, пир какой-нибудь был на весь мир, то там же была, простите меня за такое слово, но обжираловка страшная. Причем там были не наши порции, вот такие вот. Там уж если тарелка, так тарелочка. Там если кабан, так вот такое кабанище. И там же вот была смена блюд. Там по семь, по восемь раз за один вечер сменяли блюда. Причем блюда очень калорийные, жирные. И, как мы знаем из истории, люди, увы, жили очень счастливо, возможно, очень богато, очень питательно, но недолго. Но недолго. Так вот это связано с тем, что желудочно-кишечными заболеваниями от обжорства страдало в основном знать. Зато бедные, бедные, они в основном умирали от недостатка питания. Но желудок был у них более-менее здоровый, в отличие от знати. Потому что чрезмерно вот эти вот сети блюда, продукты и количество делает наш желудок больным очень-очень быстро. Поэтому он и страдает. Очень быстро истощается. Это вообще нежный орган. Очень нежный орган. А вот правда же, что 70%... Вот почему просто еще так важно хранить здоровье нашего желудочно-кишечного тракта? Потому что 70% наших иммунных клеток, нашего иммунитета, они как раз сосредоточены там. То есть если у нас болит желудок, ну вот так, примитивным языком, то у нас, мы от любого чиха можем, ну, не помереть, конечно, но страдать прилично. Потому что иммунитет нарушен. Примерно так. Дело в том, что иммунная система расположена не столько в желудке, сколько в основном в кишечнике. То есть получается, что вообще весь желудочно-кишечный тракт должен принять пищу из внешней среды, а она не всегда, допустим, чистая или еще какая-то. И он как бы ее встречает как инфекцию. Он должен быть очень мощный, чтобы все это побороть, и не допустить, чтобы она внедрилась в наш организм. Вот в чем дело. Поэтому действительно во многом иммунитет определяется тем, как работает наш желудочно-кишечный тракт, и в частности желудок. Потому что желудок – это и склад для пищи. Мы наелись, да? И это первое звено, вернее, не первое, а уже второе звено после ротовой полости по перевариванию пищи. И если это первое звено работает нормально, дальше идет процесс пищеварения хорошо, пища усваивается. Если мы на этом этапе уже себе нарушили пищеварение, ожидать хорошей работы в дальнейшем не приходится. И отсюда болезни. Кстати, большинство болезней, примерно процентов на 80, возникает от плохой работы желудочно-кишечного тракта. А она, в свою очередь, зависит от умственного состояния, эмоционально. Видите, как все зависит. Господи, в общем, плохо поел, а на завтра ты уже, к примеру, дурачок. Ужас, катастрофа. Вы знаете, я хочу сегодня вас познакомить с нашим первым героем. Вы знаете, говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Так вот, наш сегодняшний первый герой хорошо знает, как можно надорвать, подорвать свой желудок. Но, правда, знает, как его можно спасти. Борис, проходите, пожалуйста, к нам в студию. Здравствуйте. Доброе здоровье. Здравствуйте. Ну, признавайтесь, все правда? Все про вас? Да. Вот сидели, вы слушали. Да. Все про вас. Ну, тогда расскажите вообще вашу историю, что случилось с вашим желудком. Моя история, думаю, похожа, как у других. Желудок начал беспокоить с детства. В детстве часто болел живот. Ну, тогда я еще не знал, что это, желудок или нет. Что в животе есть желудок. Да, что в животе, да, есть желудок. Мама периодически вызывала скорую помощь. Меня увозили в больницу. У меня так же было, у меня так же было. Да? Угу. И, ну, потом отпускали обратно. Мне сказали, что у меня кишечные колики. Меня стабильно 2-3 раза увозили на скорой, прям вот так вот болело. В день? В месяц? В неделю? Ну, нет, не в день, конечно, но, наверное, вот в полгода так точно. И, скорее всего, это, наверное, было летом. Надо вспомнить. Так, у вас когда это было? Летом? Не помню. Не помню. Что было потом? Значит, с детством разобрались. Вот вы уже взрослый, зревый мужчина. Где-то около возраста уже я закончил институт. Первый раз тоже болел желудок. И у меня уже была тогда медицинская страховка хорошей поликлиники. И отправили на гастроскопию такую процедуру не очень приятную. Причем это было, да, нужное. Но это было лет 15 назад. Тогда были еще очень толстые шланги, которые надо было глотать. Там не было никаких заморозок, анестезий. То есть прямо на живую, без анестезии даже, да, глотали? Да, да, тогда просто, в общем, ну, в итоге как-то я проглотил эту кишку. Посмотрели. И посмотрели, да, определили, что гастрит. Гастрит. Слава богу, не язва, но гастрит. Гастрит тоже ничего хорошего. Это в остальной оболочке желудка. Геннадий Петрович, ну вот Борис рассказывает о том, что, в общем-то, закончил институт. И премьерный студент, да, вел приличный образ жизни. Ну нет, ну в институте, конечно, плохо питался. А, то есть все-таки питались? Конечно, там, хот-доги в основном тогда, шаурмы еще это было в 90-е годы, еще шаурма не так была распространена в Москве, были распространены хот-доги. Да, 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 хот-доги. И волнение во время экзаменов. Ну конечно, конечно. Все это сказывается на работе желудка. То есть неритмичное питание, да. А еще ж первые влюбленности, наверное. Да. Катюша, как раз... Злоупотребление алкоголем. Была сказана такая фраза, фраза неупотребление алкоголем, а ритмичность питания. Да, да, да. Оказывается, желудочно-кишечный тракт и желудок любят, когда все это поступает регулярно в одно и то же время. Уже подготавливаются соки, настраивается пищеварительная система, когда мы приучаем, допустим, в 8 часов там позавтракал или в 9 часов, в час пообедал и, допустим, в 5 часов покушал. Вот это очень хорошо. Борис, ну значит, вы влюблялись, злоупотребляли алкоголем и хот-догами, пришли к тому, что гастрит. Я знаю, что вы обладатель счастливой какого-то рецепта, который вам посоветовали ваши знакомые, и который вам сейчас на данный момент помогает избавиться от этих болей и подлечивать желудок, да? Да. Рассказывайте. Это корень алтеи и корень солодки. Так, то есть вот, вот, вот. Это мы заварим в чайничке, да? Это вот пьем как чай. И пьем как... Так, Геннадий Петрович, у нас лучше все брать щепотками. Ну, давайте вы своей щепоткой берите. Так, кладем это. Вы знаете, вот как раз, что делает, вы пока приготовляете, а я поясню. Вот почему мы используем именно вот эти корни, корень алтеи и корень солодки. Оказывается, оказывается, эти травки дают нам слизь, то есть образуется своеобразная слизь в желудочке, которая раздраженную часть стенки желудка покрывает, да? И за счет этого снимается воспаление, то есть вот корень алтеи как раз дает такую слизь и корень солодочки. И получается, что все это у нас закрыто, мы едим, и есть возможность слизистой восстановиться. Потому что когда она открыта, и собственный же соляная кислота, желудочный сок ее разъедает. Для того, чтобы этого не было, она должна быть как бы замазана. Защищена. И вот эти травки как раз своей слизью обволакивают, защищают и способствуют тому, что все это проходит. Поэтому это очень хорошее. Давайте попьем. Давайте. Да? Ну, Борис, вот смотрите, вы сейчас сказали о том, что у вас обнаружился гастрит. Гастрит, к сожалению, достаточно распространенное заболевание, скажу вам по секрету, у меня гастрит тоже. Вот. В общем, ну, к сожалению, страдает от него большое количество людей. Вот вы, какие первые у вас были такие тревожные симптомы? Что вы почувствовали? Кроме боли, может, какие-то были там рези? Что еще вы почувствовали? Да, ну, кроме боли, периодически бывает и сжога еще. О, это хуже. После еды. И какое-то, да, такое несварение желудка после... Такой дискомфорт. Да, дискомфорт желудки, да, да, да. Геннадий Петрович, вот дискомфорт, говорит Борис, держите. Несварение, рези, отрыжка, вот все это первые признаки того, что гастрит только-только начинается? Или это уже такая прям запущенная стадия? Ну, это уже говорит о том, что если постоянно это повторяется, то уже о серьезных проблемах, желательно сводить к врачу, чтобы все там вот следовал, сказал. Вот. А рекомендации по здоровому образу жизни будут очень просты. Дело в том, что даже лечение, которое будет назначать врач при неправильном питании, будет действовать кратковременно. Почему? Потому что надо максимально облегчить работу желудка. А именно, жидкости пьем до еды, чтобы раз они и прошли. Понимаете? А правда, что за минут 20 надо пить? Нет, можно выпить буквально такие за минуту, она быстренько проходит. Потом мы с вами, желательно для того, чтобы восстановить желудочек, съедаем что-то одно блюдо. Или кашку съели, или мясо, или тушеные овощи. И желудок, это все полноценно. Ага, это, допустим, кашка, я ее знаю, как ее переварить. С этим я знаю, как работает. Да, переварит. Ага, это тушеные овощи, все понятно, то-то-то-то, тоже я перевариваю. Мясо, хорошо, и мясо перевариваю. Но когда все это вместе, как я говорил, он не понимает, на мясо своя среда свои ферменты, на кашу своя среда свои ферменты, на овощи тушеные тоже свои среда свои ферменты. И все это в три компонента в одном, он это не может сделать. А еще и чубчик майонез, все, у желудка дел не в проворот. Если мы еще залили сверху там компотом или там еще какой-то ерундой, то все это плавает и бухтит. Ужас. Да. Геннадий Петрович, а так надо, что он сладкий? Потому что вроде травки такие не сладкие. Дело в том, что, Катюша, каждые травки обладают своей собственной энергетикой и вкусом. И оказывается, солодка содержит естественные сахара, которые поддерживают работу нашей поджелудочной железы. И она сладенькая на вкус. Поэтому она сладкая. Ничего не надо добавлять. Кстати, солодка приравнивается по своим целебным свойствам к корню женщины. Поэтому употребляйте ее. А, ничего себе. Корень женщины уже такую живительную силу дает. А я, кстати, хочу вам продемонстрировать свой собственный рецептик из свежевыжатых соков, которые также прекрасно действуют на наш желудочек. Это такой бальзам для желудка. Бальзам на душу, вот говорят, да? А это бальзам для желудка. Да, да, да. Так, а мы можем как-нибудь помочь, пригодиться в этом деле? Да, можем помочь. Все. Значит, смотрите, вот он стаканчик у нас имеется. Давайте еще там парочку стаканчиков. Мы состоятельная телекомпания, у нас много стаканчиков. Хорошо. Значит, это у нас... Борис, молодец. Бальзам наш будет, то бишь сок, свежевыжатый сок состоят из следующих компонентов. Это морковка. Кстати, морковка обладает противоязвенным фактором. Она помогает при онкологии. Капуста. В ней также содержатся такие интересные вещества, которые хорошо действуют на язву. Но ее надо немножечко. И тыква уникальнейший продукт. Из нее каша вкусная. И каша, и полезная для желудка. Итак, мы это все включаем. Так. Мотор от винта. Поехали. Борис, а вот вы после того, как вам врач назначил какое-то лечение, вы как-то пересмотрели хоть твой образ жизни? Да, да. Ну, то есть... Ну, хот-доги, скажите, исчезли из вашей жизни? Это отказаться... То есть, что было самое сложное, отказаться от жареного, от острого. Ну, вы отказались? Печеного, соленого, плюс алкоголь, пиво. Ну, от чего-то отказался, от чего-то там, без петчупа. Ну, а вот футбол сейчас был недавно. Вот вы как болели-то? Как? Без этого? Ну, конечно, не могу полностью отказаться от пива, но стараюсь пить намного меньше, чем раньше. Давайте договоримся, только когда чемпионаты. Да. Тогда вот, то есть, раз там... В два или в четыре года. Так еще, я думаю, желудок нас простит. Может быть, да. К сожалению... Герой Петрович, как дела? Диета. Михаил, между прочим, очень отважный человек. Он отказался практически от всего того, что так любил. Да? И что сейчас чувствуете? Ну, сейчас уже лучше, но, к сожалению, надо поддерживать диету, плюс вот это вот рифмичное, дробное питание. А, вот так. На самом деле, рекомендует вот врач, гастроэнтеролог, есть 4-5 раз в день. Да, но по чуть-чуть. Да, да. Но по чуть-чуть, да? Ну, такое, конечно, очень редко получается. Ну, с собой брать-то. Потому что обычно, если идешь на бизнес-ланч, я вот не знаю, как вот делить. Обычно бизнес-ланч – это первый, второй и компот. И как это все делится? Угу. Первое, второе, еще и салат. Первое, второе, да. Салат, первое, второе и компот. Это в том, что вообще надо пересматривать все нормы питания на этих бизнес-ланчах с учетом позиций на здоровье. То есть дурят нас там, Геннадий Петрович? Конечно, это не то, что нам надо. Что доктор прописал. Для здоровья совсем другое. Итак, смотрите, мы с вами пьем сок, в котором содержится тыква, в котором содержится капуста и морковка. Здесь все такие вещества, которые способствуют восстановлению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Боже мой. С этим можно смотреть чемпионат, я вам скажу. Напиток получается божественный на вкус. Это не как пиво, это вообще такой сладкий, приятный ароматный напиток. Структурированная вода. Будет прекрасно промывать наши почки. Очищать печень. А где взять структурированную воду? Вот она. Дело в том, что в соках самая лучшая структурированная и заряженная вода. Если вы будете регулярно выпивать хотя бы по стакану этого сока, ваш желудок будет здорово постоянно. И говорить вам спасибо. Большое спасибо. Борис, в общем, поскольку у нас чемпионат еще тоже впереди, и много всяких разных спортивных мероприятий, во время которых предполагаются какие-то явства. В общем, оставляю вас с Геннадьем Петровичем. Задайте ему пару мужских вопросов. Что есть, что пить. Вы же все-таки мужчина, и от привычек никуда не денешься. А еще и мужская компания давлеет. Да, да. В общем, оставляю вас с Геннадьем Петровичем. А я присоединюсь к нашим следующим гостям, которые тоже знают, чем помочь при боли в желудке. Оставляю вас. Так вот, сачок. Как раз структурированная вода. Это самая лучшая вода, которая имеется, потому что... Структурированная вода – это сок. Сок, да. Потому что растение... Это сок растений. Которая берет обычную воду, она должна ее приспособить для своих собственных нужд. И поэтому она уже... Вы смотрите Восьмой канал. С вами очаровательная Екатерина Абревко. И, как всегда, бодрый и подтянутый Геннадий Петрович Малахов. Тема нашей программы сегодня – на страже желудочно-кишечного тракта. Мы выяснили, что существует огромное количество продуктов, которые то и дело, что засоряют наш организм. Но, оказывается, есть такие продукты, которые способны помочь нам избавиться от пищевого мусора. Наш следующий гость – артист, доктор Шлягер Михаил Михайлов, знает секреты правильного питания. Михаил, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Доброе здоровье, Церковь. Здравствуйте. Здоровье вам. Здравствуйте. Я рад приветствовать вас в этой студии. Здравствуйте. Мы тоже вас рады приветствовать. Здравствуйте. Саня Петрович, здравствуйте. 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 Ну, вот хорошо выглядите. Свеж, стройный, подтянутый. Ну, стараемся. Работа. Да, ну, работа такая. А работа обязывает, да. Но, я так понимаю, что вы в нашу студию пришли с своей историей, и вы, к сожалению, тоже знаете, что такое… Победителем пришел. Да, пришел победителем, да-да-да. Но изначально ведь были проблемы, вот, связанные с желудочно-кишечным трактом. С желудком, да. Я не так давно закончил лечение язвы желудка. О-о-о. Поэтому, не понаслышке знаю, что теперь полезно, что вредно для этого. И поэтому хотел вот прийти и поделиться своим рецептом. Ну, вот подождите, давайте, прежде чем мы перейдем непосредственно к рецепту, знаете, как в фильмах, надо сначала рассказывать про то, как все было плохо, чтобы все стало вам жалко, а потом, хоп, и хэппи. Да, и с чего началось? Да, началось потому, что, ну, так как у любого артиста гастрольная жизнь, нерегулярное питание, перелеты, переезды… И волнение. Волнение, самое главное. Я понял, что все-таки больше от волнения, потому что, как мне сказали, что много язвы желудка от микроба хеликобактера, который недавно открыли, за что получили Нобелевскую премию, да. То есть раньше считалось, что только от плохого питания, а сейчас выясняется, что большое количество этого хеликобактера влияет на слизистую желудку. А как он к нам попадает? Он попадает, хеликобактер, он везде, он вообще присутствует в каждом организме в определенном количестве, да, этот микроб, но когда много и когда много таких вот плохих моментов жизненных, и он начинает разрастаться, и начинает съедать, жирать вашу стенку желудка, вот, и если большой уровень, надо сдавать анализы, кстати, сдать кровь и проверить уровень своего хеликобактера, чтобы знать, от чего у вас язва. Если от неправильного питания, значит, нужно перейти на диету. Но это не в случае Михаила. Оказывается, существует совсем другая теория, я немножечко скажу и продолжу, что именно с Михаилом случилось. Оказывается, давно физиологи выяснили, что если человек волнуется, в первую очередь тормозится секреция и перистальтика желудочно-кишечного тракта, особенно желудок, он как никакой орган чувствительный на наше волнение. Заволновался он только раз и остановился, и далее пошли там процессы брожения и огнеения, и пошло. Вот именно это было у него. А что у вас был за стресс, что была за ситуация? Ну, я не могу сказать, что я прям каждый раз вот что-то боюсь, какие-то стрессы, но они накладываются один на один, потому что где-то... Надо успеть. Надо успеть. Выйти на сцену, надо причесаться, набросать кое-что на лицо. Тут смотришь, где-то запаздываешь. Здесь, да, здесь опаздываешь на площадку, на съёмку. Вот. Ну, наверное, вот это всё накладывается. И поэтому вот эта язва «Здравствуй, Миша, Новый год» называется, да? Я, вы знаете, лечился лекарственными средствами. Вот. Ну, в принципе, могу сказать, что успешно, потому что уровень хеликобактера у меня был маленький, значит, это говорит о том, что инфекции в желудке. Нет. Нет, минимально, да, там. Антибиотики были не нужны. Были щадящие, вот диета, паровые все дела там мне подарили, друзья, пароварку. Чтобы облакало стеночку. Да, никакого жареного, солёного, острого и так далее. То, что раздражает слизистого желудка. Всё исключили. Вот. Песни, хорошее настроение, хорошие люди вокруг, эмоции положительные. И, скорее всего, это дало быстрое заживление. Я хотел поделиться ещё мало того, что мы должны все, кто желает обратить внимание на своё здоровье, на свой желудок, в первую очередь, исключить шипучие газировки, все эти напитки. Это обязательно, это катастрофически. Кстати, а что делают шипучие напитки, Катюша, ты знаешь? Шипучие напитки? Все эти лимонады и так далее. Вот смотрите, дело в том, представьте себе, вот она стенка желудка. Она защищена слизью. Шипучий напиток её разъедает и оголяет. И тогда кислота действует на неё. И пошло раздражение, потом и язву. Так, получается, желудок вообще беззащитный остаётся, да, без этой... Если мы используем шипучие напитки, то да. А как же вот артисту отметить феерический концерт бокалом шампанского? Я предпочитаю лучшее вино. Вы знаете, 50-60 грамм хорошего красного вина никогда никому не мешало. И многие народы, вы же знаете, да, Ненадий Петрович, рекомендуют немножечко венца красного или белого, кому как. Главное, чтобы это было не кисло. Кстати, кислота разъедает желудок. Поэтому лучше исключить кислоту. Всё, что я говорю, что очень сильно может раздражать стенки желудка. И поэтому есть... Вот я пришёл в гости к другу, как раз был день рождения, да? А ещё песня поет там. С днём рождения, поздравляю, с днём рождения. Уйдут печали все, тоска и грусть. С днём рождения, поздравляю, с днём рождения. Только лучшие друзья, как вы, пусть будут, пусть. И вот, и когда мне пригласили... Я к вам уже с морковочка, да, с Наднюка. Это я почему говорю, почему за песню сказала, что когда пригласили на день рождения спеть песню, я приехал, спел, вот как вам, да? И на столе много всегда яс таких салатов. Можно обычный день рождения, что оливье, все эти майонезы... Икра красная, икра заборская, икра ковачковая. Как раз всё, что мне нельзя. Я говорю, ребят, песенку я вам спою, но есть-то это не могу. Вот, и говорю, есть у вас морковка? Они говорят, есть. А есть, говорю, ялтинский такой, красный лук, как раз, ребята. Вот, кстати, у вас есть. Давайте я вам, кстати, немножко расскажу. Так давайте, даже не расскажу, а покажу, Михаил. Мы тоже хотим как ваши друзья попробовать. Я думаю, что кто будет резать? Вы будете резать? Я буду говорить, вы режете, да? Да, давайте. А давайте вы тогда, давайте махнёмся, не глядя, да? Всё-таки это же ваш рецепт, поэтому вы помогайте. Итак, мы, значит, что делаем? Мы возьмём морковку, сырую морковку, натираем морковочку. Смотрите, как я натираю. Я уже поднатолел, там, где я медленно, и потом наскаляемся. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. О, это же рука ваша не видна, только что-то оранжевое мелькает. Так, опа, сделай. Вот, отрежем немножечко красного ялтинского лука. Что мы делаем с луком? Мы лук тоже мелко можем нарезать, хотя можете, в принципе, на крупную тёрочку, я думаю, можно натереть. Да, 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 вот так вот, тёрочку. Опа, сделали. Да. А? Да. Красота. Дальше что? Да, у нас ещё должна быть отварная фасоль. Она, кстати, способствует заживлению ранок. Если у кого-то в желудке... Если внутри ранки, да? Да, фасоль, она такой продукт, который даёт возможность заживляться тому, чего, если вдруг у вас там что-то есть. Не дай бог чего-то там, да. Поэтому мы можем добавить наш салатик немножечко... А мы что с ней, режем её или как? Мы сразу уже начинаем делать салатик. Фасоль можем просто... Давайте, может быть, действительно салатик сделаем сразу же в вашей... Конечно, конечно. Вот так вот мы делаем. Так с фасолью мы просто её выкладываем? Фасоль мы добавляем, фасоль мы добавим, потому что мы можем перемешивать. Фасоль, морковку, лучок. Можем заправить это всё ещё лимонным соком обязательно. Фасольки много не надо. Да, фасольки не будем, да, мы попробуем буквально. Вот. Ложечки есть помешать? А, каши. Ложечка есть у нас. Давайте. Давайте. Ложечка помешаем. У нас уже морковка, фасоль есть. Вот. Так, 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 так. Выжимаем половинку лимона, да? Да, мы возьмём сейчас, порежем лимон. Вот. А как вот насчёт зелени? Можно добавить зелени? Вы знаете, зелень полезна в любом случае, поэтому я думаю, что можем немножечко петрушечки, укропчику добавить, только потому что салат приобретёт ещё такой вкус. Вольный насыщенный бомбард. Да, насыщенный вкус. И будет более полезен. Да. Потому что я считаю, что зелень, она... Никогда не помешает. Никогда не помешает. Лишнее не будет. Давайте, я порежу. Давайте. Да я пока мешаю. Давайте. Давайте перемешиваю. Ну и пока нам расскажите. Вот, значит, вам всё это дали, друзья. Да, дали друзья. Я говорю, что кушать, ребятки, это не могу, давайте сделать своё. И я когда попросил, была как раз у ребят баночка красной фасоли, это всё можно в магазине взять, да? Морковку всегда можно найти. Да. Пучок зелени, когда салаты делают, у хозяйки всегда остаётся. Да. Лимон к чаю обычно на день рождения, как к тортику, чаёк с лимоном, вот. И вот, и всё, что, те ингредиенты, которые... Лимонный сок добавить? Да, обязательно сейчас добавим. И те ингредиенты, которые люди обычно кладут себе в салаты на дни рождения, на праздники, на юбилей, они всегда остаются. И вот мы немножечко вот так поливаем. Сдобрим это всё дело. Да, всё лимонным соком, да. И вы знаете, хорошо бы, я думаю, что у вас есть нерафинированное растительное масло. Конечно есть, но, Михаил... Можно будет немножечко добавить, почему? Потому что он не даёт витамину А... Усваиваться? Он лучше даёт усваиваться витамину А, и не даёт ему погибнуть. Ой, нет, не дадим погибнуть витамину А. Да, потому что вся польза морковки, вы знаете, что обычно говорят, если хочешь улучшить зрение, кушай морковку. Морковку, да. Морковку, чернику, это всё полезно. Но так как у нас сегодня речь идёт о язвах и желудке, о моей язве, то я считаю, что витамин А здесь нам не помешает. Он вполне уместен, давайте пробовать. Да, поэтому я предлагаю взять ложечку. Да, да. Вот, вилочками. Попробуем. Да, и давайте... Давайте сделаем это вместе. Давайте сделаем, чтобы наш желудок был здоров, самое главное, чтобы мы не болели. Да. Вот, и чтобы это всё хорошо усвоилось. Катюша, здорово. Чин-чин, ура. На доброе здоровье. Па. Ммм. Вы знаете, просто... А это правда очень вкусно. Просто. Это не уступает по вкусу ни салату оливье, ни с селёдки под шубой. Ну, вот то, что мы обычно, да, едим, и потом дышать невозможно. Согласен. В любом случае, лук, чем хороший сладкий лук, ялтинский, да, крымский, он не даёт горечь той. И когда вы его добавляете, или куда, у вас нет вот этого действительно перегара лукового, чесночного... В общем, потом можно идти на свидание, скажем это так, да, назовём. По крайней мере, можно снова продолжать пить, и от тебя не будет этих запахов. Да. Я бы посоветовал фасоль разваривать как можно больше, чтобы она была разваривана, мягенькая-мягенькая. И этот салат нам как раз помогает от язвы желудка. Угу. Поэтому... Вот, а теперь можно перейти после того, как мы поели, к упражнениям. Поесть, поели, теперь в спортзал. Пойдёмте, Михаил. Давайте. Так, мы сейчас будем делать какие-то упражнения, которые помогут нашему желудочно-кишечному травму, правильно? Угу. Что это будет? Итак, мы с вами сделаем такое сложное вообще упражнение, как Плух. Я вам покажу, вы его просто посмотрите. А мы не боимся этих трудностей. Мы будем повторять со мной, но не это упражнение, потому что это всё-таки сложно. Это мы ложимся с вами, смотрите, как мы ложимся. Угу. Вот. Делать это, конечно, упражнение надо натощак. И потихонечку ножки вверх подняли. И потом раз, и вот так. Пере себя, да? Да. Вот это упражнение называется Плух. Слушайте, вот прям какая-то лёгкая атлетика у нас уже. Геннадий Петрович, начинай переживать. Вам в этом как? Нормально? Нормально. Не уходи. Не уходи. Потихонечку выходим из этого положения. Чтоб всё кровь у нас уже навешалось. Да, чтоб кровь обратно прилилась. Следующее упражнение, смотрите, это. Михаил. То есть, может, давайте я это с вами. Попробуйте. Да, давайте. Так, подождите, я на вас буду смотреть. Так, давайте. И смотрите, вот это упражнение хорошее. Значит, что мы с вами делаем? Ручки сюда, выдох. Наклонились. Это своеобразный массаж, получается, вдох. Чувствуйте, они входят в живот. Вы пока кланитесь тут, я присяду красиво. Опять. Вот такой интересный массаж. Вот. Это своеобразный массаж живота у нас. Надо расшириться. И способствует тому, что всё у нас там лучше двигается, снабжается кровью, естественно, переваривающие способности желудка, кишечника возрастает. Да и перистатика намного улучшается. Работа почек. Вот, сделает. Вот. Теперь смотрите. Следующее упражнение у нас будет помпа. Как она делается? Мы потихонечку встаем, не спешим. Я уже его показал. Значит, мы делаем так. Выдохнули и такая. Подтянули животик. И работаем. То есть мышцы с животом? Да, да, да. Животом работаете. Вы бы видели, что там у Геннадия Петровича под рубашкой. Поймите меня правильно. Но он там так животом работает. Это фантастика просто. Да, то есть видно, что вот так. Вот, вы видите? Вот, вы видите? Вот так. Раз, два. Он как живой. Этот живот прям своей жизнью живет. Не, ну здорово. Фантастика. Вот, смотрите, очень хорошо поделает скручивание. Скручивание можно просто-напросто... Нет, не лежа. Полусите. Да, вот так хотя бы. Ага, ага. Вот, раз. А, то есть скручивание? Да, да, да. Вот-вот. И вот так себе. На эту сторону скрут. А, вот так. Да. Чувствуете, как она работает? А, то есть немножечко... Немножечко. Все понял. Да, да, да. Вот, это как раз у нас для толстого кишечника и, естественно, и желудочек работает. Да, да, да. Да? Как? Хорошо. Вот, теперь смотрите, опять-таки можно, значит, поделать вот такие вот интересные наклончики. Вот мы стоим. Раз и... Хоп-па. А, то есть поднимается. Раз. Такой кошкой, да? Да, да, да. И вот. Раз. Ну вот, Геннадий Петрович, я уж какой раз на вас смотрю. Не без восхищения. Понимаю, что без предварительной физической подготовки, даже, казалось бы, такие простые упражнения, они все-таки будут казаться сложными. Все понятно. Ну, все это делать потихонечку. Тренированность, кстати, возрастает очень быстро. Главное регулярно делать. Да, да, да. Ну, Михаил, что скажете? Я думаю, что как раз вот эти советы и мои советы придутся, я думаю, что телеврители... И главное песня, песня поднимает настроение и лечит любую язву. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь веселыми, жизнерадостными. Смотрите восьмой канал, смотрите замечательную программу этих обаятельных, замечательных ведущих, которые плохого вам не пожелают. Нет, это точно. Они несут только здоровье, позитив и хорошее настроение. Огромное спасибо, что мы сегодня были с вами. Вам спасибо, Михаил. Спасибо. До свидания. Счастливо вам. Всего доброго. Счастливо, Михаил. До свидания. До свидания. Геннадий Петрович, будет у нас на повестке дня следующий вопрос от нашей традиционной рубрики, от наших телезрителей. Жалуется у нас Геннадий Петрович, кстати говоря, ваш прям тезка из города Волгограда. Он жалуется на то, что он постоянно ощущает заложенность носа. Насморк. Ну, вроде бы и не насморк, а просто вот постоянная заложенность. Вроде бы и нет простуды, вроде бы нет насморка, но хотя, может быть, и есть. В общем, объясните, что делать Геннадию Петровичу? Дело в том, что... Почему он так чувствует? Что это значит? Многие считают, что насморк – это человек простыл. Да, это отчасти так и бывает, что человек там простыл, но... А что такое? В основном это связано с неправильным пищеварением, потому что... Слизь выделяется через лёгкие и через носоглотку. Больше она ничем не выделяется. То есть кишечник выделяет там отходы после пищеварения, почки, воду и соли, оздочистые шлаки. Вот, лёгкие выделяют в основном у нас газообразные, будем говорить, шлаки, то есть углекислый газ и так далее. Вот, а вот кожа, кожа ещё и носоглотка, именно носоглотка выделяет слизь. И когда мы съедаем какой-либо продукт, вот, допустим, мы съели там борщичка, потом второе, у нас начался процесс пищеварения, который требует того, чтобы определённая среда в желудке была, чтобы желудок сам по себе был тёплый. И тут мы выпили шипучий холодный напиток захотелось. Нет, чтобы компот из сухофруктов. Либо компот из сухофруктов, холодный особенно выпьем. И представляете, что желудочно-кишечные соки у нас разбавляются, желудок охлаждается, пищеварение остановилось. И она как бы бродит. И вот эта вся эта бродильная масса поступает к нам в тонкий кишечник, всасывается в полупереваренном состоянии. Она не может усвоиться и болтается по крови в виде слизи. Естественно, лёгкие её собирают, и носоглотка, и пытаются выбросить. Выбрасывает в виде вот этой мокроты, в виде вот этих соплей, которые у нас есть. И отсюда начинается простуда. Более того, на этой мокроте, это всё-таки продукты питания, да, не полупереваренные, размножаются бактерии, и начинается воспаление. Гланды болят. Если здесь откладывается, то начинается гайморит. И мы начинаем собороться местно. Эта реакция не местная, а реакция всего организма. Надо нормализовать питание. Как правило, если начинается насморк, человек поголодал сутки, там, двое, или уменьшил питание раза в два, сразу же пошло нормальненько, понимаете? И насморк исчезает. Как только он начинает переедать, всё, опять-таки, насморк, особенно переедают дети. Их норовят покормить такими продуктами, которые слизообразующие. Кашки, запивайте, бабушки радуются, что они хорошо. Ой, бабушки не нарадуются. А потом вот такие сопли у них, понимаете? Всё это связано с неправильным питанием. Вот в чём дело. Боже, как интересно. Поэтому правильно питайтесь, и у вас всё будет нормальненько. Да, ужасно интересно, Геннадий Петрович. Спасибо большое. Пожалуйста. А я напоминаю, что вы можете задавать любые вопросы и присылать нам письма. Электронный адрес вы видите сейчас на ваших экранах. А написать нам обычное письмоцо в конверте вы можете по адресу. Город Москва, 127-427, улица Академика Королёва, 21, 8 канал. Программа в гостях у Геннадия Малахова. Немецкий философ Артур Шопенгаур сказал, 9 из 10 нашего счастья зависит от здоровья. Здоровый нищий, счастливый богатого короля. И помните, что исцеляя, очищая желудок и кишечник, мы создаём платформу для здоровья всего организма. С вами были Геннадий Малахов. И очаровательная Екатерина Абревко. Оставайтесь на восьмом. Доброго вам здоровьица. Бодрости духа и хорошего самочувствия. До свидания. Ну вы прям меня удивили, что можно лечить простуду на смысл, а это оказывается не питание. Вот смотрите, женское здоровье тоже связано, потому что как только женщина начинает переедать лишнего, слизистые выбрасывают. Не просто слизь выбрасывают на кастрю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова